здравия желаю вам дорогие человеки разрешите выразить благодарность вячеславу котлярову олегу такой интересной познавательной площадке котляров fm за возможность поделиться знаниями продолжаю тему это вторая часть лекции что такое рак и как с ним бороться из первой части моего доклада уважаемые человеки вы уже знаете что так называемый рак не существует да и само название новообразование в тканях придумал древний ученый гиппократ называл назвав его крабом так как по форме своей некротизированные участки напоминали клешник краба также вы знаете что по указу почти 50-летней давности президента америки никсона big pharma запатентировала придуманную ей же болезнь и свое детище назвала рак заболеванию придали генетическую особенность а с этого момента и черт ногу сломает легко запудрить мозги с ложными названиями момент придуманными гипотетически рисуя процессы сами же себе противоречащие ну да ладно пусть у них голова болит а мы вооружившись нашими же знаниями защитим наш организм от всех видов и подвидов поработителей наше тело это уникальный скафандр через который мы познаем самих себя и мироустройство наша задача собственными добрыми мыслями и человеческими поступками дать здоровую жизнь нашему скафандру это автономная белковая структура изначально запрограммированная работать бесперебойно и слаженно пока идет нормальное поступление энергии через питание и движение сначала давайте разберем этим логически что обозначает слово белок и словаря фасмера означает и сконородственный к слову белый с индийского языка блеск сияющий греческого светлый белый кимского белолицей из албанского лоб исландского языка огонь сербского языка био интересно в латыноязычной группе белок переводится как протеин из греческого протас первый улавливаете смысл наша территория обуславливающая биологическую жизнь в ней имеет изначально слабощелочную среду разберем вкратце такую какую же ph имеет человеческие внутренние органы в здоровом состоянии ротовая полость при смешанном слюне отделение равна 7,8 ph пищевод около 7 или 7 верхний отдел кишечника так называемое дно и само тело 1 1,5 или 2 единицы ph где эпителиальным слоем продуцируется поджелудочный сок основной частью которого есть соляная кислота главный фермент пепсин для раздробления пищи должен иметь экстремально кислую среду от 1 до 2 ph нижняя часть желудка антральный отдел достигает до 7,4 ph почему такая разница продуцируемая эпителиальным слоем соляная кислота в верхних отделах желудка стекает вниз понижая кислотность привратники желудка то внутри эпителиального слоя привратника или отрального отдела продуцируется секрет имеющий консистенцию слизи толщиной до 0,5 миллиметра бикарбонат который вырабатывается внутренними клетками эпителия дефундирующий слизь нейтрализует соляную кислоту для секреции ферментов и соляной кислоты в просвет желудка в слое слизи образуются временные каналы слизь образует защитный барьер предотворяющий механические повреждения слизистой оболочки и ее переваривание желудочным соком этот барьер повреждается алкоголем и аспирином алкоголем и аспирином вот почему когда вы выпиваете раствор соды этот раствор прямиком попадает на дно желудка который уже априори имеет слабо слабо щелочную поверхность на пустой желудок и здесь навсегда закрывается вопрос о якобы негативном изменении кислотности желудка если положить лезвие в агрессивную среду как желудочный сок который образовывается в верхних частях желудка лезвие сразу же бы растворилось вот почему желудок путем создания щелочной среды сам себя не поедает это важно запомнить большинство наших недугов заключается в физиологической особенности желудка обобщим желудок условно можно разделить на кислообразующую верхнюю и кисло нейтрализующую нижнюю зоной которые разделены интермедиарной зоной то есть зоной перехода от резкокислых ph менее 3 до слабокислых ph около 6 и нейтральных около 7 ph располагающие между телом желудка и его антральным отделом в нижней части желудка физиологическая ph физиологическая ph может достигать до 8,3 единиц в здоровом теле покровный эпителий восстанавливается от 1 до 3 дней вот такие чудеса зная топографию и физиологию желудка мы можем сами корректировать свое телесное благосостояние например ложиться спать на пустой желудок ведь мы теперь знаем что перемешивая желудочные соки понижаем кислотность что прямо ведет нас к заболеванию иметь приемливый вес потому что отложение жировой прослойки между органами ведет к его сдавливанию что заставляет нас желудок сжиматься и перемещаясь между органами нарушает естественное топографическое положение и в этом случае кислота с верхнего участка не стекает по большому счету вниз нейтрализуясь а находясь в горизонтальном положении имеет постоянную низкую кислотность провоцируя этим разъедание слизистой оболочки которая не в состоянии обновиться прогулки повышают тонус внутренних органов которые также будут находиться в своем топографическом состоянии и не будут опускаться на желудок придавливая его заставляя разнофункциональный эпителий соприкасаться провоцируя этим ненормальной реакцией далее через сфинктер луковицу или ампулу кислотность которой от 6 до 8 пиака это начало тонкого кишечника а в самом же теле тонкого кишечника кислотность сока 7,2-7,5 пиаш при усиленной секретности достигается 8,6 пиаш кислотность сока толстой кишки от 8,5 до 9 единиц пиаш разобрались с нашим пищеварительным трактом какой еще компонент нашего биологического скафандра необходимо знать да это кровь циркулирующая кровь представляет собой взвесь живых клеток в жидкой среде химические свойства которой очень важны для их жизнедеятельности у человека за норму принят диапазон колебаний пиаш крови от 7,37 до 7,44 со средней величиной 7,4 ну а как же забыть о таком компоненте который наверное из главенствующих лимфа напомним лимфа чистая вода влага компонент внутренней секреции организма человека это разновидность соединительной ткани представляющей собой прозрачную вязкую бесцветную жидкость в которой нет эритроцитов но много лимфоцитов выделяющая из мелких ран лимфа называется в просторечии сукровицей так вот актуальная реакция щелочная пиаш находится в диапазоне 8,4-9,2 единицы из этого почти десятиминутного ликбеза с уверенностью знаем что наш скафандр это щелочная среда другая форма жизни которая захватила нашу родину имея ввиду целую землю предпочитает кислую среду и сама по себе она жить не может поэтому постоянно меняя собственную структуру жизнедеятельности пытается внедриться в биос нашей изначально системы отличается от нас не только средой обитания но и строением собственно клетки например вирус это другая форма существования в виде кристаллов не наблюдается обмен веществ и нет обмена энергии патогенные бактерии не имеют ядра а некоторые имеют свернутую в кольцо днк прикрепленную к стенке надеюсь вам было интересно узнать это все та же форма ликбеза но нас интересует так называемый рак с первой части лекции вы уже знаете что это генетическое образование опухолей было придуманной гипотезой ну и что же это а это заражение путем внедрения в наш организм такого патогена как дрожжеподобный грибок кандида альбиканс или молочница в официальной медицине представлено что это часть нашей микрофлоры это часть патогенной инородной микрофлоры это не дрожжевой а дрожжеподобный искусственно синтезированный грибок еще в 30-х годах прошлого столетия немецкими учеными якобы для ускорения ферментации хлебобулочных изделий кандида сохраняет свою патогенность при температуре до плюс 400 градусов в закисленной среде это неистребляемый патоген живуч, умен, плодовит прекрасно чувствует себя даже на бетонных конструкциях в латентном состоянии ожидая нужного ослабленного объекта для паразитирования проникает в организм воздушно-капельным или тактильным путем физиологически высокая пиаз человека губительно мгновенно в момент внедрения в наш скафандр выбирает тот орган, который ослаблен наше неадекватное желание мести, злоба, зависть, злопаминство, ревность, лень забирает изнутри жизненную силу органов страх заставляет страдать желудок, ненависть в сердце, злоба печень, злопаминство мозг это касается взрослых но у детей это другая картина понижение иммунитета при прививках больны грибком окружающих их людей недаром новорожденному ребенку пипеткой в ротик закапывают глюкозу а потом свою грязную работу делают прививки Итак, попав на нужный орган, споры грибка потихоньку начинают завоевывать весь организм Есть исследования, которые показывают, что грибок, внедряясь в мозг живого существа подчиняет его волю и данный живой объект стает ведомым паразитом, пока паразит не выпьет жизнь из хозяина и не перебросится на другие организмы Диагностировать присутствие грибка можно Это грибковое поражение ногтевой пластины пальца частые простуды, так называемые ОРЗ гриб, воспаление и болезненность десен хлопьеобразный белый налет на языке головные боли неприятный запах на всех участках тела выделение из половой сферы болезненные мочеиспускания беспричинные боли в пояснице у женщин Рассмотрим зараженный орган кандидаль Дрожжеподобное грибковое образование имеет тело, состоящее из скопившихся одноклеточных организмов которые своим псевдомицелием это ниточки из удлиненных клеток паразита внедряются в эпителий органа Иммунитет мобилизирует защитные свойства путем производства лимфоцитов Эти телца окружают собой проколотую клетку тем самым изолируя патоген Например, когда игла морского ежа прокалывает вам кожу потом бронхи, потом в кость, в мозг задевая и другие органы включается иммунная система изолирует иголку обволакивая ее в кокон Точно так же иммунная система ведет себя когда видит грибковые колонии определенного миллиметрического размера определяя их как инородное тело изолируя и капсулируя Так вот, игла или грибок могут провоцировать шаг за шагом эпителиома, аденокарцерома, остеосаркома В начале заражения организм в состоянии отправлять здоровые клетки для изоляции грибка но если колонии становятся более сильными организму не хватает элементарно времени для продуцирования здоровых клеток защиты но все равно отправляет молодые и слабые клетки в огромном количестве но с недостаточным качеством лишь бы изолировать патоген а здесь возникает термин анафлазия существующая взаимосвязь между дифференцированной тканью и соединительной определяет способность реакции и таким образом степень злокачественности новообразования и вот здесь можно заявить что пока идет производство железистой ткани новообразование будет доброкачественным при истощении производства мы получаем полновесную якобы злокачественную опухоль что же такое метастазы это все те же ниточки псевдомицелия который не был капсулирован метастазы в основном появляются после химио и радиотерапии грибок патоген это чужой вид чужой генотип живет в радиоактивной среде после радиотерапии идет стойкая пролиферация псевдомицета химиотерапия активно кормит грибок он растет и размножается в то время когда другие органы подвергаются отравлению химпрепаратом и в угнетенном состоянии становятся прекрасным добытчиком для кандиды химпрепаратами разрушается иммунитет вспомним что такое иммунитет это освобождение избавление от чего-либо это совокупность защитных механизмов которые помогают организму бороться с разными чужеродными факторами бактериями вирусами ядами посторонними телами обеспечивается гомеостаз организма на клеточном и молекулярном уровне организации вот почему когда люди отказываются от химио и радиотерапии выздоравливают а сейчас общие методы избавления от заразы здесь полностью подходит метод итальянского онколога Симончини легко доступное образование грибковой инфекции механически вымывается раствором 20% медицинского бикарбоната до полного исчезновения грибка иногда достаточно одной процедуры внутривенно 5% раствор бикарбоната капельницей в трудодоступных органах таких как мозг печень легкие селективная артериография в исследуемой артерии делается пункция и помещается катетер через который затем вводится раствор 5% бикарбоната спиной мозг поясничная пункция все тем же раствором бикарбоната раствор может быть и более насыщен в зависимости от тяжести инфицирования сердечная мышца легкие или другие органы где локализация наиболее труднодоступная лотки с раствором бикарбоната соединенные катетером прямо вглубь органа понятно щадящее питание задача с одной стороны убить на корню грибов с другой стороны повысить пиаш организма путем внутривенного или внутриартериального капельного введения 5% раствора бикарбоната здоровый уже организм подкормить 0,5 раствором перекиси водорода для внутренней капельницы при лечении кожных меланом протирание 7% раствором йода а здесь еще немного ликбеза бикарбонат натрия пищевая сода гидрокарбонат натрия натрий углекислый сода двуукликислая мы знаем под одним словом сода это межклеточная жидкость состоит по большему счету из этого вещества лимфа считается внеклеточной жидкостью до тех пор пока она не войдет в лимфатические сосуды а затем становится лимфой вот почему сода это главная субстанция нашего скафандра как все просто почему Симончини два высших образования хирург-онколог диабетолог и философ у него 30-летняя практика тысячи здоровых людей после химии и радиотерапии он занимается только терминальными больными восстанавливая их полностью 15 июля 97 года онколог Симончини представил Министерству здравоохранения Италии досье своей научной работы этиологию патогенез клинический и академический методы лечения и прогноз подтверждая историями болезней онкозаболевших пациентов в 2003 году был исключен из ордена медиков онкологов за непатентированный метод лечения с 2006 года по 2012 прошел немало судебных процессов обвиняли и в смерти терминального пациента и было правда обвиняли и в мошенничестве при отягощающих обстоятельствах и было это правда обвинили применение геретического лечения без авторизации бигфарма вот и все сейчас у него практика по всему миру ему присвоена лаура во многих университетах мира у семенчини есть и свой гонорар за лечение больного фиксированный 150 евро пожалуйста ваши вопросы светлана ну я пожалуй задам вопрос блин обидно что если буквально год назад я вас услышал узнал это все год назад ну да я мог спасти много людей буквально за год рак забрал очень много людей даже не рак а химиотерапия именно химиотерапия потому что по факту после химиотерапии уже начались и понятно что в конце хотел я спросить вот что если насчет молочницы нам же как говорят врачи что она не лечится ну так это же врачи говорят я только что да да я слушаю все а как ее лечить молочницу грибковое заболевание в просторечии называется молочница молочница это кандида альбикан это вот ее медицинское название кандида альбиканус в просторечии молочница вот я только что рассказала как она лечится это обыкновенное дрожжеподобное образование грибов ну внутривенно оно же не при обычной молочнице или обязательно внутривенно есть может какие-то другие хорошо я объясню дело в том что когда уже есть видимое патогенное заболевание которое уже раздражает вот молочница например половых органов это первое что замечается да его надо лечить ну местным вот как оно называется подмыванием вот но лучше всего также проколоться потому что это обозначает что весь организм уже заболел этот грибок он действительно очень агрессивен и когда уже видимое заболевание это значит что весь организм ослаблен и он выходит через то место где более ослаблен организм и при первых признаках достаточно питье каждое утро раствора бикарбоната и обыкновенное подмывание спринцевание лучше спринцевание вот двадцатипроцентным раствором бикарбоната можно посильнее чуть-чуть ничего страшного вы же видите что бикарбонат вырабатывает наш организм он вырабатывает в таких огромных количествах в нашем желудке в нижних слоях нижней части нашего желудка чтобы нейтрализировать однопроцентный пиаж это экстремально агрессивная среда это соляная кислота а пищевая сода она это не двадцатипроцентный я просто не в курсе пищевая сода это стопроцентный раствор это надо это на 100 миллилитров воды 20 грамм соды вот это получается двадцатипроцентный ну в принципе у меня вопросов больше нет вам огромные от меня лично спасибо и от чат здесь тоже спасибо вам огромное передает просто ваши знания они не просто несут какие-то какую-то форму там чего-то спасают людей действительно по факту вы вот спасаете людей я благодарна вам я не спасаю людей я только доношу те знания мы все должны знать это вот видите даже вот мало вопросов я уверена почему мало вопросов вот вам николай как вам кажется все ясно ну как сказать в моем понимании да вот я я если столкнусь с проблемой с этой у кого-то будет какая-то в этом плане проблема я уже смогу помочь чем-то потому что у меня были реально возможности но я не знал чем помочь просто не знал я хватался за все но и не знал чем помочь в итоге человека нет а сейчас у меня есть знания которые могут человеку помочь и спасти за это вот огромное спасибо пожалуйста я с большим удовольствием поделюсь моими знаниями вот у Леночки у меня молочница бывает после приема антибиотиков Лена молочница бывает после антибиотиков почему потому что антибиотики они убивают наш иммунитет все антибиотики вот и начинает занижаться иммунитет и начинает просыпаться грибок тебе надо вывести этот грибок вот и все и тебе не придется даже принимать антибиотиков вот и блондинка в очках пишет молочницу можно вылечить да и там мылом писала она да дети а в мыле а нет это Лена писала в мыле есть сода ну да помнишь мы с тобой разговаривали да в хозяйственном мыле это щелочное моющее средство да так что я этим моим моими знаниями я хотела вам донести как нам врут это тоже самое похоже как вот с космосом первый раз когда слышишь да этого быть не может потому что не может быть даже с детских пеленок учили что так хорошо в космосе все мальчишки хотят быть космонавтами вот и сейчас мы все ну терроризированные таким заболеванием как будто бы рак нету нету такого заболевания абсолютно нету попробуйте это только восстановить нашу пиаш натуральную пиаш которая щелочная и когда говорят вам и вы наверное точно слышали что не может такого быть потому что наша пиаш должна быть немного кислая и вот я сейчас я включаю камеру я специально купила посмотрите что я купила чтобы продемонстрировать вам как же нас обманывают включаю камеру вот пошла я в аптеку и попросила моющие средства для подмывания для женщин и девочек и сказала я хочу чтобы была щелочная среда когда я задала этот вопрос могу я купить и экстремально щелочную на меня смотрели в одной аптеке на меня посмотрели как будто бы я откуда-то свалилась у меня такое впечатление что они тоже абсолютно ничего не знают я пошла в другую аптеку эта аптека старинная она имеет свою такую историю достаточно весомую там более ста лет и там от отца к сыну от деда к отцу передается и вот они мне предложили пиака сель это говорят будь внимательна потому что это экстремально щелочная ты можешь свой эпителий спалить я говорю ладно я подумаю а что у нас продается тоже для подмывания вот откуда берется у нас молочница если видно 3,8 пиака вы представляете это пиака нашего желудка нашей соляной кислоты когда идет пищеварение из верхних слоя пардон из верхней части желудка когда попадает пища нижней части желудка и перемешивается и смешивается с слабо щелочной частью нашего желудка выделяемого сока вот и получается у нас такая пиака вы представляете это для женского подмывания и самое главное для девочек для маленьких девочек это что обозначает если мамочка подмылась и она оставила свой патоген на коробочке на этой же вот на этом мыле а потом девочка подмылась забрала этот патоген и занесла себе вот как передается а там уже это этот грибок уже радуется потому что он перенесся в живое тело и это потихоньку начинает эта девочка заболевать заболевать вот девочку начинает лечить лечить а грибок начинает там жить и потом у детей начинаются онкозаболевания я не считаю снова лечить меня я отключусь и я надеюсь я надеюсь что я смогла ответить возможно даже и на твои вопросы Идёт другой стрим, и люди хотят и здесь, да, 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 я понимаю. Давайте так, если у вас нету никаких вопросов, тогда попросим Славу, пусть Слава перетянет стрим и будем все вместе слушать стрим. А потом уже, если возникнут какие-то вопросы, я с огромным удовольствием вам отвечу, потом все мои фонды, вот видите, всё думаю на итальянском языке, все мои данные, откуда я брала, я вам передам. И вам посоветую, сейчас я включу ещё раз, вот, это книга Симончини, честно признаться, я вам передам здесь его сайт, вот, я правда не знаю, есть на русском языке или нет, но я могу с ним связаться и узнать, если кому интересно. Это прекраснейшая книга, потому что всё я брала у него из его книги сейчас, даже я вам покажу, может быть, минуточку, вот, у него всё запротоколировано, всё абсолютно, вот, все, все протоколы, все документы, все его переписка и все его лечения. Как делается, что делается. Это прекрасная книга. А что писать сделали туда? Я... А кто это к нам забежал? Кто-то забежал, что-то сказал и вышел. Игорь Грей. Светлана, вам надо краткую инструкцию приёма соды внутрь, наружу и всё, остальное уже не нужно. Многочасовые эфиры тяжело слушать. Хорошо. Но дело в том, если мы не знаем, что такого заболевания, как рака, не существует, и что это обыкновенный грибок, конечно, мыться надо, внутрь принимать надо. Но если мы знаем, что это грибок, и иногда надо прокалываться, а если уже действительно есть какой-то патоген и человек на грани смерти, как вылечиться, какие методы принимать? Вот поэтому надо. Почему не пригласили практикующего микробиолога? А где его взять-то? Я бы с удовольствием с ним поговорила. Действительно, потому что я изучила клетку вдоль и поперёк. И у меня достаточно серьёзные знания и по микробиологии. Дело в том, что я немножко его изучала, эту микробиологию, когда училась. Но это так, прошлась. А сейчас даже новые знания, будто бы... Нет, они, которые были 30 лет назад, когда я училась, 25 лет назад, так они и остались. Ну вот, видите, даже Ольга говорит, что... Да, Оля, послушай ещё раз. Потому что она же... Она короткая, потому что это так всё просто. Это специально нам делают какое-то генетическое заболевание. Они же там что-то смотрят, что-то будто бы делают. Делают вид при плохой игре. А на самом деле это экстремально просто. Филипп, можно я обращусь к тебе сейчас в прямом эфире? Если ты как-то мне написал, что ты можешь, и даже в прямом эфире, в скайпе ты написал, что ты можешь кому-то дать такую возможность через тебя найти перекись водорода для внутреннего применения. Ко мне обращалось очень много людей, например, с Украины, которые меня спрашивали об этом. Где найти и как найти? Филипп, если ты в состоянии, если ты хочешь, пожалуйста, помоги. Я кому интересующимся на приватных разговорах, я отправляла сайт английского вот этого интернет-магазина, где я покупала. А вы знаете, что я не могу сказать в прямом эфире, к сожалению. А если тем более, что с Украины, и если это можно, почему бы нет? Дело в том, что стоит это, конечно, копеечное. Но, например, когда я покупаю из Англии, мне это стоит только пересылка. Пересылка дорогая. Да, Палитковская нормальная организм должен иметь кишечник, который... Да, 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 как часы. Так вот, нам надо повысить нашу ПИАЖ. А если мы сейчас сдадим, посмотрите, почти все сдадим экзамен крови и посмотрим, у нас ПИАЖ крови будет около шести. Что это значит? Что наш организм полностью больной. Значит, там сидит прекрасно грибок и ждёт, пока мы заболеем. Вот и всё. Шокель грубая. Ну ладно. Палитковская 2. Ты молодец, поел туалет. Вы знаете, правильно она пишет? По идее, значит, наша пища не должна задерживаться. Она должна выходить после 12, максимум, после 12 часов, когда мы её проглотили. И получается так. Если мы что-нибудь сделали, и уже идёт процесс переваривания и проталкивания старой пищи, уже сформированной, для выхода наружу. Это правильно. Нет, нет, мы не лентя. Я не поняла. Извини, пожалуйста. Я действительно не поняла. Хорошо. Кратко писать. И вот эту лекцию у меня же она вот записана. Я же её сама же писала. Хорошо. Я скину. Я скину. Я ещё просмотрю только ошибки. Дело в том, что корректор российский не работает, российского языка. А вот я скину обязательно. И не только саму лекцию, ту, которую я сейчас зачитала, а также откуда я брала все мои данные. Ни лентяемы, ни нет. Так, кого я ищу? Так, а что в аптеках не продаётся перекись? Значит, Юра не знал. Юра, повторяю, и для тех, кто, может быть, и не слышал, и первый раз слышит. Дело в том, что в аптеках продаётся стабилизированная перекись водорода. Она бывает 3%, 6% и 12%. Стабилизированная разными солями, как органического, так и неорганического происхождения. Знать протокол стабилизации я не нашла. Я ходила по нашим аптекам, и единственное, что я сумела узнать, что они каждые 3 месяца меняют протокол стабилизации. Почему? Чтобы никто не знал, чем стабилизировано. Потому что если стабилизировано солями тяжёлых металлов, и когда ты принимаешь внутрь эту перекись, ты можешь себе только навредить. И тем более, если ты делаешь капельницу в вену. Когда я спросила, почему так происходит, они мне сказали, что будто бы это не для того, чтобы сохранить активность этого атома кислорода в активном состоянии. А для того, чтобы якобы наркоманы, они героин разводят перекисью. И вот чтобы спасти им жизнь, её надо стабилизировать. Потому что наркоман, он обязательно испугается, что перекись стабилизирована, и не будет принимать героин. Политковская, ты молодец. Вот так и надо. Надо чувствовать свой организм. Я чувствую, что всё происходит у меня в организме. Прекрасно, ты молодец. Значит, ты никогда не заболеешь. Ну, Косторка, ну, это совсем... А, вот Косторка. Когда мы, принимая раствор бикарбоната утром, как питьё, и ничего не кушать, минимум 30 минут. Почему минимум 30 минут? У каждого, конечно, своё метаболизм. Но когда вы выпили стакан раствора бикарбоната, через какое-то время вы услышите, как у вас желудочек начинает подсасывать. Это значит, обозначает, что он пуст, и вы можете спокойно принимать завтрак. И когда вы будете принимать раствор бикарбоната, через... на третий день, наверное, на третий день, максимум на четвёртый, вы начнёте ходить нормально. Стул у вас нормализуется. И нормализуется перистальтика, что обозначает, что вы только съели что-нибудь, и через какое-то время вы сразу подъезжали в туалет. А это было бы идеальным вариантом. И ещё, как понять, если нету никаких патогенов в организме, когда, давайте будем научным языком, дефекация имеет приятный запах. И вообще, организм наш, наше тело должно пахнуть теплым. Слан, у меня вопрос такой от себя ещё. Как часто, допустим, принимать бикарбонат? Ну, и вот если кто-то, допустим, начинает, да, вот человек чувствует себя плохо, думает, всё, начну вот я пить соду. Как часто ему её пить? И там перед сном, перед едой, после еды, вот в этом плане. Только вы проснулись, открыли глазки, никуда не забегая, прямиком бежите на кухню, ставите чайничек, немножко наливаете воды. Вода должна быть из аптеки. Должна быть, господи, вот видите, как она называется, аптечная вода, обыкновенная аптечная вода. Подскажите мне, пожалуйста, в чате. Стерильная. И стерильная тоже называется. Вот, одна ложка, чайная ложка соды, для соды, очищенной соды, на полстакана закипяченой воды. Размешали, чтобы никакой, чтобы не осталось порошковой взвеси. Долили холодной этой водой, стерилизованной, и можете выпивать. Ещё одно такое очень важное замечание. Я уже это где-то слышала, давно-давно, и сейчас, правда, в интернете нашла, что когда вы кипятите воду, вода принимает форму H3O, называется гидроксид, по-моему. По-моему, гидроксид. Я точно знаю формулу H3O. Значит, молекулы начинают, когда перед закипанием, вода начинает преобразовывать длинные молекулы. Потом эти молекулы начинают дробиться. И это обозначает, что вода превращается в тяжёлую воду. Нельзя пить такую тяжёлую воду. Поэтому, когда вы растворяете этот викармодат, значит, должно быть около 80 градусов. Не надо никогда кипятить. И вообще, принимать как ванну, так и внутрь, не превышая 42 градусов. Потому что после 42 градусов и 3 десятых идёт денатурация белка. А это уже мёртвый продукт. Он не полезен для нашего организма. А горячий чай? Тоже нет. И горячий чай, если мы растворяем, например, пьём с мёдом, мёд после 40, даже меньше 39 градусов, он, во-первых, теряет все свои свойства, и после 40 он превращается в яд. А до 38, 37 градусов – это самый здоровый продукт, и можно сказать, что это настоящая медицина. Медицина в хорошем понимании. Ну, как у нас температура тела, да, 37,7, вот это как абсолютный… 36,7. Да, 36,7. 36,6. Олера, спасибо. Нет, рак нам не грозит, потому что такого названия, как рак, нету, Таня. Так что… Да, прекрасно. Прекрасно Политковская, действительно, умница. Так, и у меня тётка таскает перейки. Надо посмотреть, что там написано на закрытой посуде. Если там должно быть написано стабилизированное или написано медицинское. Если медицинское, значит, она не стабилизированная. Она прекрасная. Вот это хорошее перейки. Молодец, тётка. И вот, кстати, Шикель Грубер пишет. Роликов в Винете полно, как принимать соду. Всё просто и дозировки не будет. Прекрасно. Вот и хорошо, что вы мне напомнили. Я хотела сказать об этом. Вначале я думала, что там посмотреть, что-то сказать своё. А зачем? Когда вы знаете базу, что это такое, что это вырабатывается нашим организмом, какая пиаж, вы сами можете регулировать. И вы посмотрели ролики, вы точно знаете, как себя вести. В интернете действительно даже есть несколько роликов, где там такая тётка в белом халате представляется собой медиком каким-то и говорит, что это ни в коем случае, потому что там же в желудке у нас кислая среда, вы накидаете туда перекись, и у вас там взорвётся. А сейчас вы понимаете, что наш желудок поделен на две части. Одна верхняя часть, которая экстремально кислая, а нижняя часть, она физиологически щелочная. Там более 7% единиц пиаж. И пища попадает не в верхнюю часть, а в нижнюю часть. Потом уже желудок начинает, желудок наш постоянно в действии. Там есть свои мышцы, три типа мышцы. Они всегда под воздействием электрического тока, который вырабатывают наши клетки. Он работает, он как бы сжимается и разжимается. И таким образом он перемешивает кусочки пищи. Так что, если вы пьёте бикарбонат, вы только помогаете нашему, своему организму, своему скафандру. И зная это, вы никогда не ошибётесь. Так. Ну, я вижу... Так. Сейчас, минуточку. Подождите, подождите, это что-то не крутило. Вот. Таня, я очень рада. Чем могу, расскажу, помогу. Физраствор. Ну, и физраствор. Михаил, физрастворов есть несколько, если... Потому что несколько таких вопросов, которые вы задаёте, я понимаю, что вы всё-таки каким-то краем относитесь, ну, понимаете, в медицине. Ну, тогда вы должны знать, что существует пять или шесть физрастворов. Ну, а самый первый физраствор, это обыкновенная соль, натрий, хлор. Раствор обыкновенной соли. Так. Так, земля содовая. Есть и кислотная. Есть цветы, которые живут на слабо-кислотной почве. Это происходит, не знаю, по каким процессам. Я не знаю, что это за цветы, не могу ответить. Но в своём изначальном виде должна быть среда щелочная. Как она? H2O2. Откуда она берётся? Я уже рассказывала. Каждая клеточка наша, чтобы иметь какой-то процесс, выделяет атом кислорода. Так что, подумайте сами. Ну да, для каждого растения нужно свой pH, ну, разная кислотность. Разная кислотность, но всё равно вся наша среда, по большому счёту, она щелочная. Вся. И когда, например, кстати, сегодня утром увидела прекрасный ролик, как же она, Татьяна, по-моему, зовут, женщина, которая рассказывает, как использовать перекись водорода для домашних цветов. Там 17-минутный ролик, отличный ролик. Я с огромным удовольствием посмотрела, потому что то, что она говорит, да, я это уже знаю. И действительно, у неё применение, отличное применение для рассады, для домашних цветов, для комнатных цветов. Шикарный ролик. Так что. Политковская. Не пользуюсь перекисью водорода. Значит, вам не надо. И значит, у вас достаточно нормально работает организм, потому что вы чувствуете, вы и похудели. Вот. Значит, ваши клеточки находятся в равновесии. Зачем вам перекись? Перекись – это уже насыщать свой организм, дать ему толчок. Вот. Вот и всё. И вам огромное спасибо. Так, сейчас ещё посмотрю. Так, принимаю соду и обычную очищенную, и так получается. И перекись принимаю и нашу аптечную. Из-за границы таможенную пусть в России и в Украине. Не знаю. Правда, не знаю, что сказать. Вот почему я прошу, если... Давайте помогать друг другу. И, пожалуйста, если у кого есть возможность достать, пожалуйста, давайте будем помогать друг другу или, не знаю, другим способом получить перекись и соду очищенную. Но я могу сказать, что даже та, которая продаётся в магазине, пищевая сода, я её помню ещё с советских времён, и она до сих пор в интернете фотографии, и все, с кем я разговариваю, говорят об этой соде. ради Бога, можно начать применять её, никаких проблем, абсолютно никаких проблем. Но начинайте тогда её килограммами, не переживайте, принимать ванны килограммами. Я всегда, почти каждый день не получается, к сожалению. Но сейчас, потому что я здоровая и полна жизненных сил, а когда у меня были проблемы со здоровьем, начинала я с полкилограмма соды на ванну. Насмотревшись много видео в интернете, я не знала, как это, я ещё много чего не знала. И потихоньку, потихоньку вижу, что оно не только не делает мне плохо, а наоборот, я успокаиваюсь, у меня сон улучшается, нормализируется. Сейчас я два килограмма соды плюс килограмм морской соли. Прекрасно. На целый часик с планшетом и смотрю Котляров FM. Каждый день, вот особенно кто имеет какие-то проблемы, постарайтесь каждый божий день. И результат сразу же увидите на третий день. Это с первого раза вам станет легче. Будьте внимательны. В зависимости от состояния вашего организма, от того состояния, в котором вы находитесь, бывают некоторые неприятные такие моменты. После приема соды, если ваш организм сильно закислен, на какое-то время начнется интоксикация организма. Почему? Потому что патогенный этот грибок, он умирает. Он очень сильно токсичен. особенно его клетки распадал. И он будет отравлять ваши клетки. Вы будете себя чувствовать не очень хорошо. Может быть возникнет тошнота, может быть и рвота. Рвота, я слышала, что такое бывает. Прочитала в интернете. Не знаю, доверять, не доверять, но тошнота бывает. Но вы продолжаете. И когда будете делать ванны, у вас будет какой-то осадок. Это обычно возникает на седьмой день, если каждый день будете применять. Возникает осадок, вы увидите, если такой как бляшечки коричневатый, светло-коричневого такого цвета, как бы, ну да, светло-коричневого. Вы не переживайте, потому что возможно это реакция бикарбоната с солями, ну и с химическим составом той воды, в которой вы делаете ванну. Но потом, через какое-то время, вы поймете, что там есть какие-то другие вкрапления. Вот, это будет выходить ваш патоген. И когда увидите, можете возрадоваться, значит, идет процесс, начинает погибать патоген. Геннадий, да, я тоже хочу послушать. Ну что, не знаю, если нет вопросов, после ваших неумивакенных, Кирилюков, магазина застовую. Зато мы здоровы. Ну, действительно, давайте так, не будет ни у Мевакенных, ни у Кирилюковых, ни Симончини, а давайте мы будем лучше тратить на одну коробку, на шесть ампул, потому что я же вам говорила, шесть ампул, которые стоят три тысячи евро, давайте, которые убьют вас и ваших близких в течение двух месяцев, и не так, что ручки сложили, а умерли, а в болезнях, в тяжелых болезнях. Пожалуйста. Валера, огромнейшее тебе спасибо. Да, действительно, соды в магазинах совсем мало, думаю, все вам принимают плют. Я вот, кстати, думаю, заказать по интернету соду, потому что, когда я хожу в супермаркет, я покупаю по 30 килограмм, вы даже не представляете, 30 коробок, я все сметаю, вот, и на меня смотрят и спрашивают, а что такое? Я говорю, это лечиться. Это не только лечиться, вот, кстати, смех смехом. Дело в том, что я уже целый год, когда для стирки и для мойки посуды, ну, у меня стиральная машина, машинка и посудомоечная машинка. И вам предлагаю, вот, чтобы вы обзавелись этими помощниками в хозяйстве. Почему? Это не только, что это лень. Нет, дело в том, что при мытье руками вы не можете мыть посуду или стирать вещи при высоких температурах. А так, вы забросали в машинку, бросили бикарбоната, бросили этой соды и оно себе там моется с высокой температурой. Значит, ваша посуда и ваши вещи, ваша одежда, она будет стерильна. А для нас это надо. Вот, Е15, гидрокарбонат, натрия или сода одно и то же самое. Это те же самые названия. Их называют, есть пять названий, специально, наверное, я думаю, чтобы мы не поняли, о чем речь. Это та же самая питьевая сода. Питьевая сода. Питьевая значит та, что вырабатывается в нашем организме. Есть очищенная сода, а есть с примесями. Здесь надо тоже вот смотреть, почему я говорю. Будьте внимательны. Если для принятия вам никаких проблем, применяйте, покупайте, применяйте то, что есть. А вот, если вы хотите внутривенно, абсолютно должна быть медицинский раствор. Он продается в ампулах, 5-процентный раствор бикарбоната, так и называется. Он уже в ампулах. Ванна 100 литров, 30 дней равно 3 тонны соды. Да, но зато здоровье. Да, расходы. 30 килограмм соды, да, согласна. Разве ванна у нас 100 литров? Даже никогда внимания не бросила. А вот некоторые ванны нарезают лимоном. Это помогает? Не знаю, может быть. Лимон ведь тоже это такой продукт нашей природы. Там все есть, витамины, там та же кислота, но кислота, странная кислота, это кислота щелочная. И вот когда вы себе выдавливаете несколько ложек этой лимонного сока на стакан воды, вы понижаете свою кислотность. Очень интересно. Ну, конечно, это я сейчас вам говорю, как будто бы это чудо, но я тоже, если бы разобралась на молекулярном уровне, я бы подумала, господи, ну это же так элементарно, ну как так, невозможно это знать. Ну, я сейчас вам не в состоянии сказать, но я знаю, что все есть. Ну, Шикельгрубер, тут-то прям школьники собрались, вам дали наводку, изучайте сами. Ну, зачем? Вот искать, например, если я в состоянии ответить, быстренько вопрос, быстренько ответ, зачем искать? Лучше, наверное, это время потратить на что-нибудь другое. Почему бы нет? Мы держим аптеку, соду медицинскую для внутреннего применения заказа у поставщика. На Украине это не проблема. Филипп, каким-то образом надо это объявить. Я вас, всех, всех слушающих, вот, пожалуйста, обращайтесь к Филиппу. Он мне уже говорил один раз. Я думаю, что Филипп мне поможет. Я узнал, что то небольшое присутствие стабилизатора бензонат натрия на организм действует как колбаса на нос конфеты. Хорошо. Филипп, видишь, в чем загвозточка? Бензонат натрия. натрий, бензонат, бензонат, х, х. Сейчас у меня не придет голова формула бензоната натрия. Понимаешь, я не могу сейчас тебе ответить на этот вопрос. Мне надо подготовиться, мне надо подумать. бензонат натрия, С6, H5, СО, О, натрий. С6, H5, О, СО, О, натрия. Аж вот так. Бикарбонат натрия. Натрий СО3, бикарбонат, сода. И это сода, которая... Нет, это бензонат натрия. Бензонат. нет, хорошо, я сейчас говорю, да, я вот рассматриваю формулы, но бикарбонат имеет формулу, натрий СО3. Вот, здесь получается, что ионов больше. Но это же натриевая соль. Да, да, натриевая соль, да, я согласна. Не могу сказать. Правда, не могу сказать. И я, дело в том, что боюсь что-нибудь озвучить, если я точно не знаю. Не знаю, не знаю. Пожалуйста, и может быть, ищите сами, и я буду искать, может, и мне подскажете, я вам буду только благодарна насчет этого, не могу сказать. Видишь, ты пишешь, что на организм действует так же, как и колбаса, и майонез. А зачем? Давайте, если есть внутривенно, внутриартериально, здесь надо подходить очень внимательно, очень внимательно. Лучше, может быть, не рисковать. Я не знаю, я не знаю. Так, если шить перекись, стабилизавр, она станет летучая, сложно хранимая, химики пьют перекись обычную, аптечную. Ну, вот это все разговоры, что она летучая. Конечно, у нее есть свой срок годности, так бы сказать. Тот, что я покупаю, мне в закрытой бутылке все запечатанное, значит, в закрытой бутылке запечатанное, она сохраняет свою способность активную до года. Так что, ага, вот Филипп пишет. Так, а я что написала? Ага. Смотрите, какой еще момент хотел у вас узнать. Есть вот перекись водорода, да? А есть такая штука, вот у меня стоит в холодильнике, называется хлоргексидин виола. Никогда не слышала. Хлоргексидин, да, хлоргексидин, прям на английском языке. Хлоргексидин виола. Виола. Да. Виола, ну фиолетовая, ладно. Хлоргексидин. То есть, написано, что в составе хлоргексидин диглюканат. Диглюканат. Диглюканат, значит, есть СО. Глюканат. Глюканат. Гиксидин. Ги... О... Аж. Глюканат. 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 Ну, хорошо. Значит так, если уже есть присутствие хлора. Хлор, он входит в состав обыкновенной поваренной соды. Натрий хлор, да. Натрий хлор, значит, он участвует в электролитном балансе нашего организма. Уже с этого можно сказать, что я не думаю, что это что-нибудь опасное. Мне надо посмотреть, конечно. Но даже из этого маленького мы должны знать, что раствор соляной, раствор соли, значит, применяется внутривенно в больничных условиях, в больницах, так что ничего страшного. Если, когда вы занимаетесь спортом, вам надо выпить слабосоленый раствор воды, чтобы повысить свой солевой баланс. Так что это тоже я не думаю. Ну да, не зря же они вот эти минеральные воды суют. Они соленые, такие соды есть. Якобы они полезные, но опять же. Ну вот, например, без хлора наши клетки тоже не могут жить, потому что вот H-хлор это же соляная кислота, которая у нас в верхнем части желудка производится, так что мы без хлора тоже никак не можем. Ну я вот к чему сказал про вот этот хлоргексидин, что вот сейчас уже продают вместо перекиси водорода суют в аптеках вот этот хлоргексидин. Альтернативой перекиси. Якобы одни и те же функции, но химический состав-то разный. Да, химический состав разный. Дело в том, что здесь наличие хлора. Как же я сказала, что это компонент нашего организма обязателен, но здесь я думаю, что надо немножечко внимательно подходить. вначале надо знать, какая проблема есть в организме, если, например, есть такая вот повышенная кислотность, значит, нельзя этого применять, потому что есть хлор в большом количестве в организме, такого нельзя применять. Вот. Если, например, низкое давление, значит, не хватает воды в организме, в межклеточном пространстве не хватает нашей внеклеточной жидкости, поэтому здесь бы, конечно, хорошо. Надо внимательно подходить, поэтому лучше применять или только соду, или перекись, потому что без сторонних вкраплений. Кому-то вот хлор поможет, а кому-то нет. пусть твои питомцы будут здоровенькие. Они у меня здоровенькие. Спасибо, Валера. У меня здоровенькие, как порося, там, дзямает уже, кушать хочет. Так. Юра, а вы как ученый на себе опублике? Я не ученый. Аптечную. Я аптечную, да, я применяю с большим удовольствием. Например, трехпроцентную, вот, всем предлагаю, так же, как и девочкам, так и мальчикам, на ватку налили трехпроцентную и на личко, глазки, все, личко, шейку, вы увидите сразу же, буквально, через какую-то минутку, пропадают все морщиночки, у вас лицо начинает дышать, оно становится красивым, набирает цвет, пропадают все прыщики, так что, я очень часто применяю, а каждое утро применяю, когда после чистки зубов полощу, кстати, я никогда не применяю никакой зубной пасты, абсолютно. Насчет глауберовой соли как слабительного, восстановите свой щелочной баланс и вам не надо будет променять никаких этих солей. Нам надо восстановить наш PH. PH восстанавливается благодаря натрию. Натрий это что-то я пропала. Для нее вроде слышно. Нет, 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 не знаю, почему, дело в том, что натрий вырабатывается нашими клетками, он из клетки выходит вне клеточной жидкости, вот, и когда вы установите свой PH, вам не надо будет применять никаким другим потом солям, вообще ничего не надо. Я могу сказать вам свои соображения. Юля, пожалуйста, подключайтесь, пожалуйста. Тео, помолчи, пожалуйста. Еще низкая соль. Магниосульфат. Вот магниосульфат, я хотела сказать, да, он применяется, между прочим, когда есть какая-то интенсивная физическая работа. Хлор, а вот, наружное применение. вот видите, вот видите, как хорошо. Алло? Алло, здравствуйте. Алло, Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу, значит, применения, по поводу применения, значит, перекиси, в принципе, я давно уже этим делом занимаюсь, самым, вот, а теперь скажу механизм воздействия. Это для вас будет интересно. механизм заключается в чем? Значит, первое, перекись это достаточно неустойчивое вещество. При воздействии на него, значит, очень активного натрия, очень активного натрия, получается такая интересная ситуация, что химически разлагается активно при высокой температуре, очень высокая температура, которая как раз выше, чем выдержит грибов. Но, так как это в микродозах применяется, то есть, микро, эти самые, то получается как бы химический процесс, плюс кавитационные процессы, получается, механическое воздействие и температурное. Я, например, а я... А с кем я разговариваю? Ну, это вот, это Грей. Ивер Грей. Ну, я будем говорить от Юлии, от Юлии, я через нее канал иду. Это который нарисовал в свой портрет и потом на него смотрел. Да, 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 да. Ну, вот так вот. На самом деле, это еще один, кстати, аспект, вот то, что я считаю лично, это мое мнение, не оспариваю ничего. Значит, ситуация такая. В клетке находится митохондрия, да? Митохондрия, да. В живой клетке находится митохондрия, да. Что такое митохондрия? Митохондрия это электростанция клетки, то есть энергетическое, будем говорить, устройство для снабжения клетки энергией. Так вот, организм вырабатывает перекись, которая, значит, разлагаясь в клетке на кислород и водород в митохондрии выделяет энергию. Если не хватает перекиси, то митохондрия недостаточно для клетки, соответственно, клетка не может работать, как бы вам сказать, в нормальном режиме, то есть ей не хватает энергии, она сама на себя, как бы, слава богу, отрабатывает. То есть, когда вы добавляете водород, перекись, но перекись, соответственно, попадает дополнительно, понимаете, какая в чем суть, и, соответственно, клетка уже, она, являясь энергетически сбалансированной, она может бороться легко с любыми, значит, болезнями, то есть у нее, значит, процессы проходят оптимально. Можно я вас на расстоянии поцелую? Два раза можете, по принципу, то есть вы поняли механизм? То есть это как раз именно, и вот почему здесь нужна доза, а натрий, я вам еще объясню, натрий как бы является катализатором выделения, то есть, то есть когда он, как бы, значит, если его больше, то, соответственно, будет больше хлора выделять, он отравит, то есть, понимаете, что именно нужны пропорции, очень четкие, как раз вот это PH, это и является пропорцией. Да, но дело в том, что натрий, он освобождается из, как, из клетки АТФ, захватывает три иона натрия, вытягивает наружу из клетки, подцепляет ионы калия и затягивает клетку. И при гидролизе АТФ делает эту функцию. Правильно? Вот на этом я с вами согласна. Но здесь разговор про калий и не про хлор. Нет, не каждый, нет, нет, хлор это как бы уже побочный, он, получается, что, вот такой эффект, например, приняли перекись и за ней берем натрий хлора, ну, то есть соль потребляем. Сразу же резко возникает там реакция с выделением значит натрия, натрий начинает разлагать перекись, а хлор как бы побочно выделяется. Вот механизм какой. Хорошо, а зачем надо это делать? Нет, это, я говорю, это один из механизмов, а так как сода, она, там же гидроксильная группа, когда происходит выделение, разделение натрия на гидроксильную группу, гидроксильная группа переводится в воду и поэтому нету вредного воздействия. Понимаете? Вот в чем механизм. Да, я согласна. Вы знаете, да, да, я согласна с вами. Но все-таки по то есть по бикарбонату я согласна, но вот я немножечко не уловила, все-таки по перекиси. Значит, перекись, организм выделяет перекись как топливо для митохондрии, для воздействия к клеткам. То есть это нормально? Если мало выделяет, то есть у него не хватает мощностей организма. Прекрасно. Да. То есть есть еще один, вот я для себя применяю давно еще один метод повышения энергетики. То есть я беру напрямую батареечки, то есть это есть один из методиков напряжения, но это я уже чисто для себя. Беру батарейку значит и приборчиком я контролирую, я могу воздействовать еще дополнительно. Ну это ладно, пока идет речь о перекиси. То есть механизм перекиси, основная его задача, чтобы она пришла в клеточное пространство. Вот это основное. И вот тут как раз выделяется носитель перекиси, которая переносит уже в саму клетку, чтобы она произошла там. И плюс натрия, вот ионы натрия, чтобы они могли попасть и произвести вот эту реакцию. Вот основная. Да, да, да. Прекрасно, прекрасно. Вы отлично понимаете механизм. Да. Я этим занимаюсь уже лет сто, мягко говоря. изобретатель. То есть я могу изобрести любую ситуацию. Вот я для себя в свое время продумал с точки зрения, я технарик вообще, то есть механика, электроника занимаюсь, механикой занимаюсь, прочее. Вот. И соответственно я могу рассуждать с точки зрения ну как бы не этого самого, не с точки зрения например биологии, а с точки зрения механики. То есть как бы механических процессов. Хорошо. Давайте как-нибудь с вами свяжемся. Вот вы сказали о каких-то батарейках. Для меня все новое это прекрасно. И то, что нам помогает жить в гармонии с самим собой еще лучше. Может быть это интересно. Между делом да, можем. Я всегда на связи. Да, у меня компьютер включен, так что я могу. Я вас слушаю потихонечку. В общем, спасибо вам, что вы лекции такие красивые. Но я говорю, у вас лекция она как бы общая такая, знаете. А я вам говорю, глоты вот сюда заглянуть. Сам процесс как-то именно. И вот вот здесь как раз возникает именно дозирование. Сколько надо, какое количество. Вот это вам не хватает чуть-чуть. А так у вас все великолепно. Я благодарна вам огромное за поправку. Единственное, наверное, должна вам сказать, что о перекиси я сделала два месяца назад не получившуюся лекцию ни к чему. Я ее должна переделать. И поэтому те, кто слышал, они знают. Я об этом уже говорила. И поэтому может быть в этой лекции не озвучила. и все. Но я хочу переделать эту лекцию по перекиси. Но огромнейшее вам спасибо, потому что действительно вы правильно все понимаете и знаете, если вы этим еще занимаетесь там много-много лет, это и мне значит будет подтверждение того, что все будут понимать, что я говорю правду. Огромнейшее вам спасибо. До свидания. До свидания. Давайте свяжемся с большим удовольствием. Я бы хотела узнать про эти батарейки ваши. За огромнейшее количество. Расскажу, покажу. В виде примера. Я на севере жил, бегаю по ходу. Я с открытой грудью. На севере где? Будьте так любезны. Якутия. Якутия, где алмазы добывают. Я с аликарта жила. Я мирный знаете где? Мирный. Знаю, знаю. Так вот по ходу я бегаю 45 градусов грудь открытая и прихватываю. Так вот я этой батареечкой раз, два, раз, раз, все. У меня кашель проходит моментально. То есть я никогда не болел. Плюс детей своих чуть не закашляли. Я их сходу беру и прозвякиваю электрической батарейкой. все у них проходит. То есть практически они не болели у меня. Ну все. В общем всего доброго. Спасибо за вашу лекцию. Будьте любезны. Потом оставьте свой адрес. Я бы хотела с вами связаться, потому что это очень интересно. Напишите в общий чат, если вам не трудно. Не знаю, свой email. Можете скайпами обменяться. То есть правой кнопкой кто-то из вас это добавить, прислать контакт. ну давайте через скайп где там я не знаю. Я скайп только для себя открыл. Поэтому вы сами на меня выходите проще будет. Хорошо. В курсе как пользоваться на иконке нажимаю сейчас отправить что там посмотреть личные данные отправить контакт. сейчас я не могу потому что это можно будет да, это хорошо. Я даже сейчас по-моему смогу это в личку скинуть тебе. Отвечу сразу же про PH. В какое время суток Эльдар лучше проверять свой PH. Значит PH проверяется когда вы при мочеиспускании. значит утром вы его проверяете и здесь вы точно можете знать в каком состоянии ваш организм. PH в течение дня он меняется бывает и щелочной и кислотный обычно нормально если ваш PH будет чуть-чуть кислотный с утра и если в течение дня он будет меняться щелочной кислотный но все равно не будет таких больших перепадов значит у вас хорошее здоровье потому что PH меняется из-за того что вы съели съели мясо начинается занижаться PH наелись я не знаю напились той же воды с бикарбонатом PH повысится видите так что здесь а вот Наталья пишет PH надо измерять чем чаще тем лучше смотрите Ольгу Бутакову кстати я себе запишу значит у нее какие-то есть знания по PH больше буду знать лучше буду спать насчет касторки касторка прекрасная для для волос я ее часто употребляю для волос намажу шапочку полиэтиленовую толстый платочек и так полдня хожу касторка также прекрасная для кожи внутрь я не рекомендую променять почему у каждого свой организм бывает если при запорах вы приняли касторки потом может быть такой понос что вы его не остановите неизвестно предлагаю вам все-таки подумать и все же раствор водный раствор бикарбоната Владимир Ляльин здравия Светлана про марганцовку а я вам могу рассказать очень интересное такое с моей жизни про марганцовку когда я училась в Салихарде и мы проходили практику на звероферме преддипломную практику и что получилось все песцы они заболевали и вот самочки песцов после родов у них всегда открывалось кровотечение и вот у нас была женщина ветеринар которая закончила московскую ветеринарную академию в Советском Союзе была Московская ветеринарная академия и Омский институт и все и она значит те кто заканчивали Московскую ветеринарную академию они работали только на правительство и в секретных организациях она каким-то образом попала в Салихард на эту звероферму потому что звероферма салихардская она была она уникальна не знаю как сейчас уже более 20 лет как я не живу там в Салихарде вот и шкурки продавались это было мягким золотом называли Россией продавались по всему миру и вот эти самочки они заболевали и был потёж сильный потёж и она как-то сказала давайте проверим 5% раствор моргацовки в обыкновенной ну дистиллированной воде вот запишу я уже говорила дистиллированная вода дистиллированной воде вкалывать внутримышечно что вы думаете после одного укола кровотечения останавливались и самка ну выздоравливала и она так и сказала нам сказал один профессор я это запомнила почему так я не знаю но мы это делали и делали это не протокольная процедура если бы кто-нибудь узнал и если бы не дай бог падёж продолжался её бы засудили потому что каждая шкурка этого песца она стоила очень дорого и там ещё была черно-серебристая бурка вы представляете какие это деньги поэтому вот вот это я могу сказать о марганцовке марганцовку я применяю вот ну также в начале я и полоскала рот марганцовкой между прочим ну остаётся немного цвета а потом через какое-то время пропадает марганцовку для кстати у кого грибок тоже помогает марганцовка у кого нужный грибок вот так что прекрасное средство исключительное средство и кстати вот ещё самое главное для спринцевания у женщин когда у женщин послеродовые там после абортные какие-то либо произведены были манипуляции и идёт кровотечение крутой раствор марганцовки спринцеваться проходит сразу же вот если правый носок дышит хуже чем левая значит кислотность повышенная да я это тоже слышала возможно возможно и я и разбирала так себе думала как это возможно и да так устроен наш организм это подтверждение не зря объявили же много людей наслушиваются всякого а нам не надо наслушиваться всякого вот сейчас мы уже подкованы мы прекрасно знаем как функционирует наш скафандр всё мы прекрасно знаем что ни мы ни наши близкие вообще забудут что такое слово какое-то дурацкое слово выдуманный рак которое раком-то и не было а назывался краб а краб ещё раз вам объясняю зашёл патогенный грибок а вот сделал там свои какие-то дела и нас убил а если мы знаем что он живёт в кислой среде мы подняли свою щелочную пиаш и он сдох вот и всё Светлана она практикует Симончини не Мончини а Симончини живёт в Германии вы знаете насчёт вот этого доносить свои знания если не забираю много времени так в двух секундочках я познакомилась с Вячеславом потому что те знания которые он передаёт мне были очень близки я внутренне на каком-то своём таком подсознательном уровне чувствовала это вот и когда я его первый раз услышала я поняла что это моё я это будто бы как будто бы знала вот и поэтому я попросилась к нему в группу мне неинтересно ничего создавать никого лечить у меня есть своя информация которая я знаю что поможет людям в жизни вот и всё я выдала информацию кому-нибудь если какие-то вопросы я отвечу я ответила по-моему всё о раке рассказала потому что это очень просто это не надо никаких здесь отпеть рак это несуществующее вы увидели всё и она этом закончила мне неинтересно уже у меня другие есть планы например есть план рассказать вам что такое прививка насколько она убийственна что вообще нельзя применять прививки вот есть также у меня тоже планы рассказать о питании животных как убивают наших животных через питание как надо понять почему где что написано и вы тоже будете знать и будете знать как как вести себя с вашими питомцами вот вот и всё а потом это закончу начну чем-нибудь другим заниматься вот у меня сейчас через месяц и даже меньше огород начинается так что у меня много-много всего делать а если кто-то ещё рассказывает это же ещё лучше каждый по чуть-чуть по чуть-чуть и мы будем знать общую картину вот и всё ну что я думаю что всё да на этом можно и заканчивать можем подключиться к Максу слушать что он да 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 спасибо Светочка с интересом тоже изучал озвученную информацию спасибо да можно да я не знаю может даже через час институт перекочует к нам посмотрим не буду загадывать оно неизвестно запустится а сейчас да можно я сейчас как говорится мне не можно как да ну к Максу пойти и получится я как бы могу дублировать относительно эфир ихний вот да включи пожалуйста а то не получается у меня и там и там побывать хорошо да я включу да здесь будет идти эфир Макса и я вам благодарна действительно благодарна эфир получился очень интересный вопросы были замечательные значит по каким-то каким-то проблемам я часто бываю у славы как назвать в эфире вот так что услышимся всего доброго и я тоже буду с удовольствием сейчас слушать Макса до свидания и всего вам доброго до свидания